МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая липовая аллея появилась в Десногорске. Прежде всего, для таких игроков, молодых, нужна база. Семинар для юных баскетболистов. Мне понравились тренировки с вашими тренерами. Они очень квалифицированные. Закрытие Десногорского спортивного лагеря. День физкультурника отмечается в России ежегодно. Во вторую субботу августа в этом году торжество выпало на 12 число. В празднике участвуют все, кто имеет отношение к спорту, и просто люди, которые ведут здоровый образ жизни. В Десногорске праздник отметили по-особенному. В здании реабилитационно-здоровительного центра Смоленской атомной электростанции прошло торжественное собрание. Любителей здорового образа жизни и десногорских спортсменов в этот день поздравили директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, заместитель губернатора Смоленской области Лев Платонов и глава Десногорска Андрей Шубин. В честь Дня физкультурника и за активную пропаганду здорового образа жизни памятные сувениры директор концерна и глава города в торжественной обстановке вручили представителям Десногорского совета женщин и многодетным семьям города. В День физкультурника в Десногорске прошел региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017». Утро 12 августа у участников спортивного фестиваля «Планета баскетбол. Оранжевый атом» началось с возложения цветов к братским могилам солдат на Кургане Славы. Вместе со спортсменами почтить память героев пришли ветераны силовых структур, представители Десногорского хуторского казачьего общества, поисковики и молодежь города. Три года назад, когда мы первый раз пришли с проектом в этот город, город рабочий, боевой славы, мы сказали, что ни одно мероприятие, которое мы здесь будем проводить, не будет без возложения цветов к святым местам города. Занятие спортом сегодня становится нормой жизни в Десногорске, и спортивные праздники стали проводиться в городе все чаще. Массовый спорт, и вообще спорт, он объединяет людей, он дает возможность гордиться успехами других и самому стремиться к каким-то достижениям. И замечательно, что в Десногорске уже в течение трех лет работает этот проект. Для Десногорска это огромный успех, что такой объект спортивный появился здесь благодаря усилиям совместных, я подчеркиваю, администрации области губернатора Алексея Владимировича Островского и директоров станции. Региональные соревнования по уличному баскетболу этапа всероссийских соревнований «Оранжевый мяч-2017» город принимал во всеоружии. В турнире участвовали команды баскетбольного лагеря и 46 команд из городов Смоленской области. Спортсменов на торжественной церемонии открытия приветствовали. Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров. Его первый заместитель Джумберет Кибучава. Помощник полномочного представителя президента в ЦФО Георгий Бурцев. Депутаты Государственной и областной думы. Заместитель губернатора региона Лев Платонов. Федеральный инспектор по Смоленской области Алексей Брылёв. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. И глава города Андрей Шубин. Мы развиваем баскетбол во всех атомных городах. И поэтому сегодня здесь вместе с командами Смоленской области, Смоленска, Десногорска и присутствуют команды с атомных городов. Сегодня мы понимаем, что та работа, которая была начата два года назад, даёт свои результаты. И сегодня баскетбол является, не побоюсь, спортом номер один в Десногорске. В нашем молодом городе уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Мы стремимся к тому, чтобы спорт был доступен для каждого жителя, особенно для молодёжи. Для этого уже создана вся необходимая база. Спортивная школа, физкультурный комплекс, стадионы, игровые площадки, где регулярно занимаются наши будущие победители. Баскетбольные баталии в этот день развернулись сразу на четырёх площадках. Несмотря на жару и духоту, юные спортсмены проявляли стойкость и демонстрировали своё мастерство. Участники были разделены на семь групп. Бои за лидерство были жаркими. Я лично люблю баскетбол за его зрелищность. Это один из самых зрелищных видов спорта. В том числе он очень сложен технически. И мне нравится осваиваться, каждый раз осваивать новые и новые вершины. В итоге следующие десногорские команды вышли на лидирующие позиции. Бронзу взяли команда «Энигма» в группе юноши 2003 года рождения и моложе. Команда «САЭС-2» в возрастной категории юноши 1999 и 2000 годов рождения. А десногорская команда «САЭС» – мужчины 1998 года рождения и старше взяли серебро. Команда победителей были отмечены почетными грамотами, медалями и кубками. В городе появилась новая баскетбольная площадка. В церемонии открытия второй очереди стадиона принимали участие юные десногорские баскетболисты и почетные гости. Генеральный директор концерта «Росэнергоатом» Андрей Петров и его первый заместитель Джун Берет Кебучава. Заместитель губернатора Смоленской области Лев Платонов. Начальник главного управления спорта Смоленской области Эдуард. Заинчаковский депутат Государственной думы Ольга Окунева. И областной депутат Михаил Лосенко. А также глава Десногорска Андрей Шубин. Это уникальная площадка. Я сегодня смело декларирую как судья международной категории. Как человек, который много провел международных соревнований. Такого стадиона нет в Центральном федеральном округе. Завершилась торжественная церемония соревнованиями. Каждому почетному гостю была предоставлена возможность забросить мяч в кольцо. У нас в городе появилась новая липовая аллея. О том, по чьей инициативе был разбит новый парк. И кто принимал участие в посадке деревьев, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Новый парк планета баскетбола «Оранжевый атом» появился в городе в день физкультурника возле нового баскетбольного комплекса в 4-м микрорайоне. В посадке ЛИП приняли участие представители от каждой команды участницы баскетбольного турнира «Оранжевый мяч-2017» и почетные гости мероприятия. Традиция сейчас возрождается. И слава богу, что у нас в городе, в области, в целом по концерну, эта политика, она правильно выбрана, правильно поддерживается и правильное направление дается. Но на самом деле, и президент сказал, да мы и сами прекрасно понимаем, что стране нужны здоровые люди, сильные, воспитанные, умные. А дети, приходя сюда, они правильно выступающие говорили, они уходят с улицы, они уходят от дворов. И самое главное, чтобы мы видели, когда идет ребенок с оранжевым мячом, с кимоно в сумке, с боксерскими перчатками, но не с бутылкой пива или банкой пива, с сигаретой в руки. Вот это самое основное. Когда ЛИПКИ наберутся сил и окрепнут, возле них поставят скамейки для отдыха. Для нашего города сегодня, в такой замечательный день, в празднике скульптурника, это очень значимое событие. Здесь принимали участие не только муниципалитет, концентра с Наргоатом, да, наша политическая партия «Единая Россия». И все заинтересованные, в том числе и активные наши граждане, при поддержке которых этот праздник состоялся. А то, что касается данной аллеи, я скажу так, что вот этот сорт ЛИПКИ на территории муниципалитета не произрастает. Это краснокнижные деревья, да, они вынесены у нас в Красную книгу, ну, не на территорию Российской Федерации, а в Закарпатье, на Украине, но тем не менее. И я надеюсь, что здесь у нас для нашего города получится новая зона отдыха наших горожан, потому что помимо данных деревьев, которые мы сегодня посадили, а садили их уважаемые наши граждане и наши гости, да, мы ее благоустроим, поставим урны, поставим скамеечки, ну и, соответственно, все это дело мы должны сохранить. Эта именная ЛИПовая аллея будет напоминать спортзменам и горожанам о первых баскетбольных праздниках. А значит, память о тех, кто придумал и развивал баскетбольный проект Десногорский, никогда не канет в лету. Второй традиционный турнир по баскетболу 3х3 на призы концерна прошел в Десногорске 11 августа. В соревнованиях приняли участие 9 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Смоленска, Десногорска. Большинство из них входят в топ-команд 3х3. Все они были разделены на две группы по 4 и 5 команд. В четвертьфиналах из борьбы за кубок выбыли две десногорские команды САЭС и Динамо Русатом, а также Кивс Альфа и Армейцы Сневы. В итоге в финал пробились супермощные Плейграунд и ЮАОН во главе с молодым талантом Агасием Танаяном. Финал выдался упорным и жестким, как и практически все матчи плей-офф. Плейграунд добились победы и сорвали приз в 50 тысяч рублей. Турнир был хороший и все было замечательно. Третье место взяла команда «Торпеда», обыгравшая «Гантер Тим». В спортивном лагере для детей, проживающих на территории присутствия концерна «Росэнергоатом», все время их пребывания в нем проходили занятия. Наша съемочная группа побывала на семинаре по баскетболу, который прошел в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Подробности далее. Семинар для юных баскетболистов и их тренеров провели Михаил Терехов, один из перспективных на данный момент тренеров России, и тренер Александр Фомин, который совсем недавно закончил свою спортивную карьеру. Чем больше к нам будет приезжать квалифицированных специалистов и закладывать эту базу как и для игроков молодых, так и для тренеров, которые с ними работают, тем быстрее мы придем, я считаю, хорошим, хорошим уровнем. Участники семинара под пристальным вниманием именитых тренеров отрабатывали командную защиту, взаимодействие и ротацию игроков при защите, а также нападения и такие баскетбольные понятия, как спейсинг и тайминг. Среди юных спортсменов тренеры особо выделили десногорских ребят и их наставников. Тренера, которые работают в Десногорске, проводят очень качественную, хорошую работу с ними. Мне очень понравилась команда из Десногорска. Там есть пару хороших, рослых ребят, не только рослых, техничных. И что самое главное, у них есть уже на данном этапе понимание баскетбола. Это очень приятно. Кроме семинаров, тренеры проводят с ребятами и тренировки, чтобы окончательно закрепить полученный материал. Пять дней на базе санатория-профилактория «Лесная поляна» на Смоленской атомной станции работал спортивный лагерь, в котором отдыхали и тренировались пять команд юных баскетболистов из городов-спутников атомных электростанций. Вечером 13 августа состоялось его торжественное закрытие. Подробности вы узнаете далее. Завершилась спортивная баскетбольная смена на базе санатория-профилактория «Лесная поляна». В Десногорск приехали юные спортсмены из Нововорони, Жакурчатова, Соснового бора, Заречного. В программе смены были тренировки, мастер-классы и семинары. Опытные тренеры обучали ребят приемом ведения игры в защите и нападении. И 13 августа прошло торжественное закрытие лагерной смены. Председатель правкома Смоленской АЭС Юрий Кузнецов вручил Десногорской команде «Атом» ценные призы за победу в чемпионате России в гонках на драконах. Ребята не только тренировались, они участвовали в двух творческих конкурсах, которые им организовали специалисты управления информацией и общественных связей. Конкурсы были очень интересными. Первый – на лучший фотоснимок на патриотическую тему. Второй – на лучшее сочинение о проходящем фестивале планета баскетбола «Оранжевый атом». Заместитель начальника УИОС Юлия Смирнова вручила победителям дипломы и призы. Мне кажется, что для них эти конкурсы тоже запомнятся. То есть не просто они приехали поиграть в баскетбол, посоревноваться, а они еще познакомились с нашим городом. Они постарались свои мысли, эмоции положить на бумагу, рассказать об этом. То есть это тоже здорово. Они побывали, как я уже сказала, в музее поискового движения, они увидели, прикоснулись к истории нашей страны, войны. Мне кажется, это просто замечательные, все такие довольные и счастливые. Ребята охотно делились впечатлениями. Мне тут очень понравилось. Мы тут в основном тренировались и играли в соревнованиях. Мы заняли второе место, и я увезу отсюда победу, второе место. Вся наша команда Гурчатова, она приехала, чтобы научиться у ребят, которые ходят уже по многу, много лет. И думаю, у нас это постепенно получается, мы будем еще собираться. Десногорск мне город понравился, понравились соревнования, все очень понравилось. Я привожу в Гурчатов новые впечатления, новых знакомых. Мне понравились очень тренировки с вашими тренерами, они очень квалифицированные. После этой смены баскетбольные команды атомных городов пополнятся новыми спортсменами. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин